В деле о ДТП в Харькове появился второй подозреваемый. Геннадию Дронову, водителю Фольксвагена, который на перекрестке столкнулся с Лексусом, вменяют ту же статью, что и Елене Зайцевой. Следователи настаивают, Дронов, как и Зайцева, должен отправиться в СИЗО. Светлана Шакера продолжит. Водитель Фольксвагена Геннадий Дронов сегодня впервые вышел к журналистам неуверенной походкой с фиксирующим воротником на шее после травмы, которую получил 18 октября. Травмы головы и шеи, трудности бывают иногда, с речью даже трудности бывают иногда, но провалы бывают. А так, в принципе, передвигаюсь уже намного лучше. Со вчерашнего дня Геннадий Дронов не свидетель, а подозреваемый. Ему вменяют ту же статью, что и водителю Лексуса Елене Зайцевой. Нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти нескольких человек. Дескать, ехал на желтый свет светофора. Это есть уже у всех у вас видео. Видно, что я до перекрестка, когда загорелся зеленый свет, до пересечения Сумской, еще был за полтора минимум метра от перекрестка. Я не мог ее видеть, потому как это произошло примерно на четвертой секунде ДТП. Я вообще не ожидал, что кто-то может на такой скорости нестись на запрещенный сигнал светофора. Адвокат Дронова говорит, экспертиза, на которую ссылается следствие, необъективно. Вона проведена на основе показаний одного сведка. Хотя сведений, насколько всем известно и мне, очень много. В полиции же настаивают, в этой трагедии вина Дронова и Зайцевой обоюдная. Было достаточно свидетельствий, больше 30 людей свидетельствий. На сегодняшний день, когда была завершена комплексная автотехническая экспертиза, следователям было уже достаточно подставок, чтобы оголосить Дронову подозреву. В стационаре до сих пор четверо пострадавших. Киевлянка Оксана Нестеренко идет на поправку. Нога в гипсе после сложной операции. В полиции обещают до конца месяца завершить расследование и передать дело в суд. Главное, чтобы после появления второго подозреваемого Зайцева не смогла уйти от ответственности. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.